Мы снова приехали в гости к Роману Алыеву, это Свердловская область, Березовский район. Роман, сюда подходите, рассказывайте, где мы сейчас находимся, что у нас здесь. Уборка лука? Да, уборка лука шаллота, аристократическая. Он находится в моем опытном участке, который по выращиванию лука шаллота. В данный момент в этом участке растет 4 вида лука шаллота. Лук шаллот аристократический, орожики вот такие крупные, есть у меня банановый лук. Что за банановый лук это? Вот такой банановый лук растет в Уральском регионе. Банановый это в смысле он формой похож? Да, формой похож на банановый лук и растет как-то. Или вкусом? В одном гнезде от 6 до 12 штук, вот как банановый лук. Вот сюда встаньте, пожалуйста, в эту сторону. И уральский фиолетовый лук. И уральский фиолетовый лук. Ага. Уральский сиреневый лук. Это уральский фиолетовый, а тут вот все остальное. Но она не фиолетовая, она по идее уральский сиреневый. Фиолетовый по-другому, а вот и сиреневый. А лук шалует каждый грамм от каждой луковицы от 150 до 250 грамм. Увеличено этого. Вот такие крупные. Понятно. Да, можно смотреть. Да, это все видно. Роман, ну а что нового в хозяйстве-то? Вот мы у вас были год назад. Рассказывайте, что нового. Нового в хозяйстве, значит, мы в прошлом году скрешивали разные лук-шаллоти, лук-рыбчатый. Получил абсолютно новые сорта. Сам получил? Да. Он здесь, он здесь. У меня его сын получил, и сам сын получил. Он скрешил. Он занимается медилом, значит, он учится в аграрном университете. И вот он занимается работой. Я вам его покажу. Да, хорошо сын учится-то? Он на отличие учится. Экзамен все издал на пятерку. Ну у него опыт, тут я вижу, практику есть где проходить. Да, он глава фермерского хозяйства. Сейчас он на лучшем практике. Не изучал. Вот такая история. Вот в нашем участке лук-шаллот вот так растет. Вот так. Ну здесь вот сколько головок-то, ведь несколько их было посажено? Так, короче, из одного гнезда от 4 до 12 штук. Ага. Так. В среднем считается 6 штук крупные. Вот если взять, положить, может я на земле сделаю. Вот так вот растет. Ясно. А здесь вот сколько площадь-то какая вот этой делянки? Мы одну площадь освободили и убрали уже. Осталось еще 25 соток. Здесь 25 соток всего, да? 25 соток. Ну, это лук по расчету, значит, получается из одного гектара. Вот 90 тонн. Мы этой добились уже. Угу. Это много? Да, много. 90 тонн? Да. С гектара? Да. В гектар идет примерно около 3 тонны. 3 тонны. Вот такой размер лука. Сидка. Вот это сивок. Да, вот это сивок. Вот такие размеры. 3 тонны. Угу. Ну, что посадить? То есть, 3 тонны посадили вот такого сивка и получили 90 тонн. Я правильно понимаю? Да, да, да. А вот из этого маленькой луковицы мы получим 5-6. Да, это понятно, да. Вот такой крупный. А из этого крупные луковицы, они по идее это называются маточники. Маточники. Я в прошлом году показывал. Да, да, да. Более что из одного луковицы растет до 22 штук. Это там показано в фотографии, да? Да, 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 да. Вот как раз этот лук мы весной посадим. Вот оно. Одну штуку. И мы получим 20-22 штук стебель. Да. И если мы его оставим до осени, значит, получаем 22 штук вот такой мелкие сивка. А следующий год это мелкие сивка мы садим, получаем. Садим 3 тонны сивка и получаем 90 тонн лука. Да, это факт. Роман, а куда продаешь ты все? Пока мы не продаем. Мы продали зимой. От Камчатки до Калининграда. То есть, пока размножаешь что ли получается? Пока не размножаю и отправляем. Вот так-то немножко продаем. По чуть-чуть. Мы продаем по заказу. По 5 килограмм, по 3 килограмм, по 10 килограмм. А мы заказываем по разным областям. От Камчатки до Калининграда. Мы отправляли в Архангельск, в Ленинградскую область, Липецкую область, Белгород отправляли, в Украину отправляли. Украину? Да. А как вообще в Украину-то отправлять? Там же таможни всяческие? Да, мы отправляли в Белгород. Из Белгорода там кто заказывал. А, забирали. Да, забрали. Но это, насколько я понимаю, небольшие партии. Небольшие партии, да. Мы отправляли туда, Белгород, 5 килограмм. Ага, понятно. 5 килограммов посылки мы наложим. Платежем. Понятно. И в данный момент у нас очень много. Заявка также. И сейчас будем начинать, после этого отправлять. Крупный здесь лук, да. Это напоминаю лук-шалот, то есть семейный лук. Обычно говорят, что семейный лук круглый не остерк. А он не остерк. Роман, а вот участок на самом деле достаточно близко к городу. Как у вас тут с воровством? Ну, мы охраняем, конечно, здесь, но все равно воруют. Воруют? Да, мы поставили охранную будку. Да, охранную будку мы видели. Понятно. Все равно не отучить, да? Да, они да не знают, что за лук. А вот лук-то есть лук. Раз и приходят. Наверное, прохожие. Сомневаюсь, мне кажется, как раз специально идут за луком. Может быть так. Что тут прохожим-то тут делать? Тут особо ходить-то некуда, кроме как на твоей делянке. Сколько площади под луком шалот вообще занято? На три гектара. Три гектара? Да, он большой урожай дает. Да, да, да. Это по 200 тонн получается. Мы основной на зелень пускаем. Мы все лето продавали зелень луков. Зелень? Да. А куда продаешь? В магазины? Нет, в городе, на ярмарках. И оптом издаем, оптовики покупают. В общем, дефицит. Килограмм 100-120 рублей. Это ты продаешь? Да, у нас. Мы продавали. 100-120 рублей за килограмм? Да. Угу. А потом это в конечном итоге где? В магазинах продается или где? Или это все-таки там, когда переработка, я не знаю? Да, от нас берут вот по 100 рублей оптом, да? Допустим, 20 ящиков. Это получается, ну, 200 килограмм, да? Угу. А потом перекупщики его упаковывают и сдают в больших магазинах. Мы не можем сами в больших магазинах выйти, прямой работать. Это невозможно. Они от нас покупают, упаковывают и потом сдают. Понятно. То есть вы сами не пакуете? Да, окончательный лук в магазинах продается на своих руках. В населении примерно около 200-250 рублей. Роман, а может быть проще тогда самим паковать? Могу, если заказ будут. Они не заказывают. Зачем? Да это же конкуренция, рынок. Понятно. То есть тебе проще вырастить и отдать перекупщикам, чтобы они распасовали и развезли в крупные магазины. И по крайней мере мне некогда этим заниматься. Некогда. Но это же хорошая добавленная стоимость. Практически 100% получается, нет? Лучше мне вращивать побольше продукции. Угу. То есть каждый должен своим заниматься? Да. Кто-то должен самолет или кто-то президентом, кто-то должен фермером. Врач борется. Понятно. Ну, наверное, наверное, в этом есть доля истины. Да. Кто-то должен пекаром быть, хлеб печь. Слушай, ну расскажи нынче про погоду. Как она вообще здесь? В прошлом году, я помню, у тебя там все в ручей смыло дождями. А в этом году вообще, если честно сказать, один-два раза дождь будет здесь. Вот везде дождь идет. Нам очень мало. За суток было. Ну, сегодня дождь шел. Сегодня дождь шел. Ну, это осень дождь, а нам уже летний дождь. Понятно. То есть летом дождей было немного, да? Ну, поливаем, поливаем. Сами поливаете? Да, поливное устройство. А чем поливаете? То есть машина ездит или как? Нет, мы бензопомпу ставим. А шланги? Шланги. Понятно. Опрыскатели. Понятно. Потому что я смотрю, ну почва-то хорошая, то есть это самое. Ну, почва вообще отличная. Вот такой почвы. Сузов Владимир Григорьевич такую почву хвалил только у меня. Чтобы только вот здесь хорошая почва. Понятно. Это все укроп. Укроп защищает. Укроп защищает. Укроп защищает. Укроп. Укроп. Да. Вы не болеете. Мы без гербицидов выращиваем. А ты занеса? По количеству сорняков мы поняли, что без гербицидов выращивается. Русной труд здесь сколько раз бы прошел? То есть вот как раз буквально... Да, земля очень богатая здесь. Вчера как раз буквально была интернет-конференция по органическому сельскому хозяйству. Я думаю, что Роман со своим этим самым способом выращивания, думаю, запросто прошел бы органическую сертификацию. Может быть.